Вот, подходим к дому, ко дворцу. Это, наверное, Борятинская, а вот это улица Полицейская. Остальные две стороны. Два фасада выходят на Меркуриевскую и Горчаковскую. Горчаковская ныне Тагива, где и находится главный вход. Вот дворец Тагива, одно из самых красивых зданий в городе. Огромные купола, видны издалека, величественные. На горизонте появился прекрасный помощник оператора. Я припоздала, пока всё рассказывала. Разведка донесла, что только что зашёл целый класс детей. Окей, поэтому сейчас будем смотреть, что у нас и как. Так, где у нас вход? Вот у нас вход. Билет стоит 5 монат. Заходим. И вот мы во дворце Тагивы. Мне разрешили снимать. Я сказала, что я хочу снять комнаты, я хочу снять залы, лестницы. Необыкновенную красоту убранства. Зеркала для этого дворца были выписаны из Франции. А оконные стёкла с венецами. Атланты, несущие на себе своды дворца. Смотрите, атланты чёрные. Богатство Тагивы возникло из-за нефти. Поэтому атланты чёрного цвета. Группа школьников изучает историю Азербайджана. А мы будем изучать его дома. На первом этаже располагались офисы, конторы. А семья Тагиева жила на втором этаже. Для полов были привезены, для инкрустированного паркета. Были использованы шесть пород различных деревьев. Мы ещё на первом этаже пока. Нам выдали бахил. Всё аккуратно и красиво. Немар Аджими Нахчевами. Жил в двенадцатом веке и создал шедевры архитектуры. Низаме Гянджеви. Жил в двенадцатом веке. Написал поэму Хамса, состоящую из пяти частей. Да, конечно, это справедливо. Именно это здание, именно этот дворец, именно этот дом человека, так любившего свою родину, именно здесь должен был расположиться музей истории. Истории Азербайджана. Дети веселятся. Древние манускрипты и старый, старинный инструмент чогур. А это пехлеваны. Одевали вот такие крепкие штаны, борцовские. И сражались вот такими дубинками. По дворце сто одна комната. Двери сделаны из лимонного дерева. Базар в Шимахе. Пятнадцатый-шестнадцатый год. Всем привет! С дома Таги. Мы вот так понемножку прошлись по залу. Это последний зал на первом этаже. Сейчас мы пройдем на второй этаж. Поднимаемся на второй этаж. Окна венецианского стекла. Окно открыто. Во дворе можно помыть руки в доисторическом рукомойнике. Шуларской водой, которую провел нам Гаджи Зейнал Абдин. Из этого окна хорошо видны башенки-дымоходы. Внимаемся на второй этаж. Значит, лимонное дерево, оно вот имеет какую окраску древесины? Как ты думаешь, вот такую? Это, наверное, вот это и есть лимонное дерево. Вин из лимонного дерева. Но это не паркет, да, вот здесь? Это не паркет. Это камень. А мы сейчас зайдем уже на территорию половины, где жил Таги с семьей. Так мы находимся в европейском зале. в европейском зале. Жалко, что камера не может охватить полностью весь объем. Все, чтобы все сразу. Чтобы все сразу. вот он паркет. Вот он паркет. Камин. Огонь в этом камине согревал семью Гаджи Дейна-Лавдина. Гаджи 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 Продолжение следует... Это вот такие по бокам этого камина, вот такие красивые, как назвать, не знаю, окна. В этом зале расположены экспонаты, демонстрирующие асербайджанский национальный костюм. Заказчик Гаджи Зевнала Дентаги, исполнитель Йозеф Гуславский. Смотрите, какие сочетания красок и цветов национальных костюмах я оделась практически... Вот мой шар. Я оделась практически согласно азербайджанскому костюму и той эпохе, по которой мы сейчас путешествуем. Ой, это маленькая люлечка для ребёнка, для царственного ребёнка. Смотри, какие. Сейчас туфли посмотрим. Иду, иду, иду. Смотрите, это мое любимое сочетание цветов. Такое яркое, разное. Дуфли для бани. Интересные. Вот портреты и фотографии азербайджанской знати. Азербайджанский бег из Баку. Знатная женщина из города Шуши. Азербайджанский бег из Карабаха. Молодая азербайджанка из Шамахи. Портрет молодого азербайджанца. Азербайджанская бегша из Нахчевани. Азербайджанский бег из Казаха. Знатная женщина из города Шуша. Скрипят мои бахилы. Альфилада комнат. Мы спросили, вот в этих залах, есть ли личные вещи Тагиева. Нет. Это чисто музей. Вот это, видите, посуда богатых людей, чистое серебро. А дальше будут личные покои такие. Личный кабинет, личный зал. Буду Арсун и Хану. Мы сейчас все это увидим. Клажет туда и все. И при том, когда дождь идет, она не мокрая бывает. Такая твердая ткань. Как ковровая ткань. Да, да, да. Когда уезжали, складывали сюда пастель. Да, складываем туда. Ага, чтобы она... Чтобы была в порядке. Мефрэш. Да, да, да. Как? Мефрэш. 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 Городная комната. Потолок. Диван и ковры. Это Тагеева. А вот и спальня. Жалко, что темно и плохо передают краски с этих деревянных панелей. Спальня. А вы сама пили? Мы из Баку. Сейчас мы перейдем. Какая вот кровать. Вот это знаменитые лимонные двери из лимонного дерева. Какая вот инкрустация. Двери. Это у нас гардеробная. Да. Гардеробная. А это вот не будуар Сон-Эхану? Это не будуар или это как вот? Посмотрите, там женская трюма. Может быть, это будуар Сон-Эхану? Женская трюма. Как вы тут залезли? Нельзя. Какой зеркал. Да, я знаю. Посмотрите, какой шкафчик. Какой шкафчик. Сон-Эхану сейчас посмотрим дальше. Будет ли будуар Сон-Эхану? Если нет, значит, это и есть будуар Сон-Эхану. Сон-Эхану была младше Гаджи на 60 лет. Она была младшей сестрой супруги своего сына. Супруги сына Зейна Лаптина. Супруги сына Зейна Лаптина. Супруги сына Зейна Лаптина. Ходим в столовую. Снимать здесь нельзя, поэтому я должна, попросила, прямо сказала, что я чуть-чуть, чуть-чуть сниму. В любой момент мне могут запретить. Столовая. Здесь кушал Тагей, это его семья. Трапезничали. Какой буфет. У нас дома был похожий по своей форме. Буфет был у бабушки. Темно, ничего не видно. Все сплошное дерево, сплошное красивое. Нет, не видно. Темно, к сожалению. Нет, буфет не видим. Потрясающей красоты буфет. Это столовая. Двери в золотой зал. Восточный. Пучки. Гаславский позаботился, чтобы так красиво было. Заходим в восточный зал. Паркет посмотрите. Семен. Семен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В школе девочек была потрясающая библиотека, на которую Тагив потратил немалые деньги. Там собрана была полностью зарубежная русская, азербайджанская классика. А это бильярдная. Это бильярдная. Вот они фолианты. Человек, который сам не имел образования, и как он тянулся. Дал образование всем, кому можно. И знакомым, и незнакомым. Печеньку хочешь? Нет, спасибо. Еще раз в восточный зал, и мы пойдем дальше. А это маленький органчик. Вон они педали. Заходим в рабочий кабинет. И стояв с семьей отдыхал, собирались известные люди города. Сидели, неторопливо беседовали, обменивались мнениями, читали газеты, журналы. Я спросила насчет занавесей. Занавеси, конечно... Сейчас я вот насчет этих занавесей спрошу. Вот я узнала, все материалы, все занавеси новые. Но фасоны, они сохранены такими, какие они были. Это мы вот в восточном зале. Ну все, мы вышли. Сейчас будем спускаться вниз. Сейчас посмотрим юранку. Давайте попробуем вытемнуть... Ой, башню как близко. Смотри. Домоходики. Домоходики, какие красивые они. Девушка с подносом. Интересно, что Кламина тут поднес? Может, какие-то пожертвования? Попускаемся вниз. Попускаемся вниз. Попускаемся вниз. Все, вот эти были двери входа. Вот у нас. Все. Наш поход закончен. Я думаю, что было интересно. Мне было очень интересно само все увидеть и узнать. Ну все, до новых встреч, до новых путешествий. Мы еще придем и возьмем экскурсоводы и узнаем, что же хранят залы дворца Тагива. Какие богатства азербайджанской истории. Пока. Дом недалеко от Сахилы. Дом недалеко от Сахилы. Верит. Смотрите, Кахил. Дом недалеко от Сахилы. Люди идут мимо, спешат по своим делам. Даже те, кто праздно гуляют, редко кто заглянет в эту парадную. Какое счастье, что здесь не поставили худовый замок. Если побродить по городу, как много еще таких прекрасных уголков старины. Нужно обязательно, обязательно выделять время и ходить. Потому что скоро мы всю эту жену увидим. Но не потому что разрушат, возможно и не разрушат, но закроют. Закроют. Песенка весны. Не вижу певца. Закроют. 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 Забыла сказать. Когда власть поменялась, все поменялось. И Гаджи, Зейналабдина, Тагива выселяли из его дворца. Он сказал своим домочадцам, возьмите только личные вещи, остальное останется народу.